Приветствую! Сегодня завирусилась новость о том, что в Сумской области человека, у которого нет глаза, нет руки и есть оформленная инвалидность, признали ограниченно пригодным к воинской службе и хотят призвать на воинскую службу во время мобилизации в Украине. И я с целью экономии времени вашего не буду здесь давать человеческую такую оценку этим действиям. Я здесь поговорю чисто о юридических моментах и разберемся мы со следующими вопросами. Первый вопрос. А может ли человек без глаза, либо человек без кисти быть признан ограниченно пригодным к воинской службе? Есть ли для этого какие-то законодательные основания? И второй вопрос. А что делать человеку, который оказался вот в такой ситуации? То есть у него есть инвалидность оформлена, он пришел в ТЦК, он подал эти документы, но при этом представители ТЦК вдруг ему говорят, что а мы тебя все равно призовем. Вот что делать в этой ситуации? Чтобы разобраться с первым вопросом, мы с вами обратимся к приказу МОУ номер 490. Вот этот приказ мы посмотрим с вами статью 31. Найдем тот раздел, где написано про непридатность до воинской службы, або обмеженную придатность. Вот она буква Б. И смотрим, что здесь указано. Итак, получается, что в соответствии с этой статьей номер 31 человек может быть вызнан ограниченно пригодным к воинской службе, если у него отсутствует глазное яблоко, если у него отсутствует глазное яблоко, и при этом вторым глазом он видит лучше, чем 0.4. Как мы видим, как бы это просто ужасно не звучало, но в соответствии со статьей 31 наказа МОУ 490, человек, у которого нет глаза, одного глаза, при определенных условиях, может быть признан ограниченно пригодным к воинской службе. А теперь мы посмотрим еще одну статью. Там же у человека нет кисти. И вот мы посмотрим, а отсутствие кисти разве не является основанием для того, чтобы исключить человека с учета? И вот мы теперь смотрим статью 63. И здесь мы видим, что является основанием для исключения с учета. Двосторонние ампутации не куксы верхних або нижних кинсивок на будь якому ривне. Это первое. Двосторонние. То есть не должно быть двух кистей. А у нас, как мы знаем, у этого человека одной кисти нет. Далее. Второе условие исключения с учетом. Односторонние ампутации на кукса нижней кинсивки выше ривня верхней третины гомилки. То есть здесь что мы видим? Мы видим, что отсутствие руки не является основанием для исключения с учета. И дальше смотрим. Б. Что же здесь в Б у нас указано? Односторонняя ампутация на кукса верхней кинсивки на будь якому ривне. И в этом случае, если у человека нет руки на любом уровне кисть, локоть или до плеча, человек, непридатный до військовой службы в мирный час, обмежено придатный у военный час. Обратите внимание, отсутствие руки в соответствии со статьей 63 наказа МОУ 490 не является основанием для того, чтобы человека не признали ограниченно годным к воинской службе. Итак, подводя итоги по первому вопросу, акцентирую ваше внимание, что я не затрагиваю здесь человеческий фактор и человеческую оценку данных норм и данных действий ТЦК и СП. Я говорю исключительно о юридической стороне дела. Говоря именно о этой стороне дела, мы видим, что наказ МОУ 490 позволяет признать человека ограниченно пригодным к воинской службе во время военного положения, даже в том случае, если у него нет одного глаза и нет кисти. То есть, с юридической точки зрения, здесь, в принципе, все окей, и представители ТЦК и СП норм закона в этом случае не нарушают. Теперь перейдем ко второму вопросу, да, а что делать человеку, у которого есть инвалидность, есть документы о инвалидности, и его хотят призвать на воинскую службу. Перед тем, как ответить на этот вопрос, хочу вам напомнить, что у меня есть Телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем здесь в Ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на Телеграм-канал есть в описании к данному видео. Что делать человеку, которого хотят призвать, если у него есть документ о инвалидности? Естественно, он должен этот документ передать представителям ТЦК и СП, и если они настаивают на его призыве, то все, что он должен сделать, ничего не делать. Ничего не делать. Вот полное бездействие. То есть человек, у которого есть инвалидность, есть справка МСЭК, где написано, что у него есть статус лица с инвалидностью и указана группа, он может отказаться от мобилизации. Такой отказ будет законный. Почему? Потому что 23 статья Закона Украины о мобилизации говорит о том, что такие люди могут призываться на службу в армии только по их согласию. То есть только добровольно, силой призвать человека нельзя. И естественно, когда такой человек отказывается от мобилизации, он не совершает никакого преступления, он не совершает административного правонарушения, и к нему не может быть применена ни административная ответственность, ни уголовная. И чем бы вам не угрожали, а такое бывает, к сожалению, такое бывает, что есть люди, которые не до конца разбираются в действующем законодательстве и пытаются призвать человека с инвалидностью, вы, оказавшись в такой ситуации, можете совершенно спокойно сказать, пожалуйста, я не буду, у меня есть статус лица с инвалидностью, я не согласен проходить службу добровольно. Если вы считаете, что я нарушаю закон, пожалуйста, вызывайте полицию. И будьте уверены, что в большинстве случаев на этом ваше общение с ними закончится, потому что они поймут, что психологически вас переиграть не удалось, да, у вас есть знания, у вас есть такой внутренний сержень, который мешает им это сделать, и все, и от вас просто отстанут. Если же вам дали повестку на отправку, а вы являетесь лицом с инвалидностью, помните, вы не обязаны являться по этой повестке, и неявка ваша по этой повестке не влечет за собой уголовной ответственности. В самом худшем случае, да, они могут вам доставить определенных проблем с полицией, если полиция, не разобравшись с ходу вопроса, начнет уголовное производство и прочее. Но вы должны понимать, ваш отказ от мобилизации в этом случае будет основан на нормах закона, и соответственно, не бойтесь, никакой ответственности вы за это не понесете. На этом у меня все, если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще массу полезных видео. Ну а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok